Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре такая необычная приманка от производителя German, называется он Gritty Slider и идет в сотом размере. Приманка поставляется в пластиковой упаковке, которая с трех сторон прозрачная, и перед покупкой легко рассмотреть, как выглядит данная приманка. На лицевой стороне имеются логотипы фирмы, сзади различные предостережения и есть информация по самому выбору, которая, к сожалению, закрыта наклейкой от Fmagazin, но на ней тоже все указано. 12 грамм он весит, что для 100-мм воблера не очень много, и в данном случае идет в 135-м цвете. Бока идут в золотом оттенке, черная спина и яркое оранжевое пузо, что актуально для подобного рода приманок, так как это топ-вотер, находиться он будет на поверхности воды, и такое оранжевое пузо очень легко будет заметить хищнику, прицелиться и попасть в данный воблерок, так как на поверхностной приманке частенько происходят промахи. Это очень-очень необычная приманка, это гибрид как волкера, так и попера. Здесь имеется такая сверхинтересная лопатка, также идет ложбинка уже в нижней части головы самого воблера крепежная. Петелька находится в верхней части данной прозрачной лопатки, и дополнительно оснащается заводным колечком, которое, конечно же, лучше снять, так как оно не имеет здесь никакого смысла. Приманка походит внешне на небольшую рыбешку, по всему телу, по бокам имеется имитация чешуи, живот и спина идут гладкие. В детализированной приманке голова, жаберные крышки и стоят огромные 3D-глаза со зрачком в виде капельки и голографической радужкой, которая в солнечную погоду тоже будет немного переливаться и дополнительно привлекать к себе внимание хищника. Оснащается приманка двумя тройниками, тройники на короткой ножке с большим подделом, что актуально для ловли щуки. Данными крючками будет очень-очень легко просекать ее большую пасть. И также хочется сказать, что крючки просто великолепно заточены, с учетом, что приманки от Герман стоят совсем небольших денег, фурнитура здесь используется очень качественно. И тройнички оснащены большой бородкой, поможет вам после поклевки удержать рыбу на крючке и будет минимальное количество сходов. И стоят они на таких же заводных колечках, тоже очень-очень качественные петельки. На данной приманке залиты краской и лаком, никаких отверстий я не вижу. Очень, как я уже сказал, необычная приманка. В этом случае имеется система дальнего заброса, поэтому можно не пугать своим присутствием рыбу и ловить ее с больших расстояний. Также актуально использовать эту приманку с берега, так как она имеет отличные аэродинамические свойства. И плюс такая хоть и примитивная система дальнего заброса, но в виде шара и будет он очень и очень неплохо лететь. В основном можно использовать рывковой проводкой, как поппер, где данная приманка будет плюхать, создавать много шума, бульки, звук. И все это будет привлекать щуку к стайному окуня. Можно, в принципе, рассчитывать на поимку крупного головля и жереху, что нередко в моих условиях происходит. Даже головль 400-500 грамм на топ-вотеры подобного размера очень-очень неплохо реагирует. Также можно использовать на рывковой проводке на быстрой, где приманка будет уходить на какие-то там сантиметры в воду и будет имитировать передвижение под поверхностью какой-то рыбешки. И также актуальна проводка волкерная, рывками, волкин-зедок, где будет приманка создавать за собой усы. И это актуально уже для ловли щуки, где-то по жабовникам она такие проводки очень и очень уважает. Опять-таки и по жереху проводка волкин-зедок. Если вы видите, что где-то жерех поднимает малька, бьет его, кидаете в то место данную приманку, начинаете проводку и можно вполне себе смело ожидать поклевку. Есть выбор из 8 расцветок у данной приманки и для ловли жереха будет актуально. Например, 113 расцветка или 136 серебряная под такого малечка, самое то. Ну а я взял такую, которая подойдет больше для ловли щуки и для ловли окунька. Интересная, необычная приманка от производителя German Gridis Leider 100. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!